Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. Дело уже даже к вечеру близится у микрофона. Друг, это студия игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию второго матча между командами Dream Gaming и коллектива Newbie. На данный момент Newbie забрали себе Лину, Леона, Шторм Спирита и Брюмастера. Dream Gaming ответили Shadow Fiendom к Локверкам и Vengeful Spirit, также в пике команды Dream Gaming. Ну, по пику Dream Gaming опять, в принципе, комплектуются неплохо. У них тут все, в общем-то, мобильно, и Венга, которую свапывать может любого и везде, и Ганг-стратегия тоже неплохая. И в прошлой игре Dream Gaming вроде неплохо смотрелись до поры до времени, пока Newbie не выформили все, что им было необходимо. Дима выформил в первую очередь Му на СФе. На этот раз Му будет у нас на Шторм Спирите, как я понимаю, выфармливать. Брюмастер отправится в сложную, я думаю, от Джуна. Лина, Леон, два саппорта, еще один керри. Необходим команде Newbie. Посмотрим, кого забанит Dream Gaming и дальше будем думать. Ну, со стороны Dream Gaming. Мидлейн, сложная, два саппорта, еще один керри. Забанили Медузу. Что это значит? Это значит, что команде Dream Gaming надо банить. АПЛ уже у нас в бане. Да вообще непонятно, что банить надо команде Dream Gaming. Ну, в принципе, тоже керри, я думаю, должен отваливаться. Один из... Бристлбэк уходит у нас в баню команды Dream Gaming. Брюмастера они, как я понимаю, не видели в сложной. Или, может, Брист мог как керри зайти в составе команды Newbie. Да, это тоже, в принципе, могло бы быть. Но тогда, не знаю, нужен какой-то керри, который мог бы, я думаю, врываться. Это либо Брюмастер, либо антимаг, ну, как по моим ощущениям. Который мог бы врываться, и пока все бегают у нас от Брюмастера, и вот его праймал с плитушек маленьких. Кто-то должен все это сжирать. Ну, вот Лайфстиллер появляется в пике команды Newbie. На этот раз они решили данного героя взять. В прошлой катке Dream Gaming отыгрывали на Лайфстиллере. Вроде Зоуф неплохо формил. Поначалу вроде бы все было хорошо, и дали ему относительно сейвовый лайн. Стоял на легкой против Бристлбэка в соло. Но по факту Лайфстиллер оказался не очень. Ну, смотрите, что вырисовывается в составе команды Newbie. Это Брюмастер, которого съедает Лайфстиллер, и который с Брюмастером внутри влезает в Шторм Спирита. И вся эта ерунда врывается в кого-нибудь одного, двух, трех. Выпрыгивает Лайфстиллер. Здравствуйте. Выпрыгивает из Лайфстиллера Брюмастер. Клэпает, раскладывается. Ну, и бомба становится не просто здесь атомная, а это прям водородная бомба. Мощность взрыва будет чокнутая просто. Посмотрим. Я думаю, что Newbie здесь не поскупятся на Аганим чуть ли не ферст-айтемом для Лайфстиллера. Серьезным. Тут оно того стоит. Кто не в курсе, я объясню. Аганим на Лайфстиллере дает возможность не только влазить вовнутрь кого-то, но еще и кого-то брать внутрь себя. Пять секунд. Пять секунд. Ремининг. Слог. Дмитрий, хочу услышать ваше мнение насчет 1 мая по поводу торговой площадки Steam, когда все стоило 3 цента, даже ножи с CS GO по 400 баксов стоили 3 цента. Слово вам. Мое мнение касательно этого отсутствует вообще напрочь. Я не покупаю ничего на торговой площадке, тем более не продаю. И на торговую площадку в жизни ни одной ногой или ни одним левт-кликом не наступал. Поэтому я ничего не могу сказать на то поводу вообще. Совершенно. Пики все сделаны. Команды готовы разветись по лайнам у Dream Gaming. Я думаю, что Сларк отправится в легкую. Сложная для Клокверка. КСФ Мидлейн. Ну и Скайрос Мак вместе с Венжи Фулл Спирит будут саппортить. Со стороны команды Ньюби. Брюмастер отправляется на сложную. Это Джун Му будет на Мидлейне Шторм Спиритом. Банана и Саншенк будут саппортить у нас Рэббита. Рэббит играет на Лайфстилере. Ну по факту... По факту, конечно, Ньюби очень мощно выглядит. Интересно посмотреть на всю эту комбинацию. Но уже сейчас в перспективе видно, что Рэббит тут в принципе в центре всего этого будет. И будет адские чудеса творить с командой Dream Gaming. Рэббит у нас под Рэйджом уходит от погони. Коги поставил здесь Клокверк, но в принципе Рэббита смогли спасти. Да и вовремя Рэббит прокачал необходимые скидки. Банана. Готовится, я так понимаю, отстоять здесь с Саншенком. Наверное, левела до второго-третьего. Дальше можно смело расходиться по лайнам. Ну то есть расходиться где-то по Роумить. На одну линию, на вторую. В общем-то комбинация очень даже крутая. Там Хекс, под ноги Лайт Страйкера и подкоп. Ну и все вместе. Еще я уже и молчу о двух ультах, которые любого здесь в составе команды Dream Gaming снесут. БКБ разве что СФ здесь будет собирать, а Сларк вряд ли пойдет в БКБ. Хотя, может быть, по данному пику БКБ, наверное, на Зовве будет не лишним. Все-таки здесь Шторм Спирит. Опять же, это бомба из Найксов, Брюмастеров, из всего-всего-всего. Я думаю, что Брюмастер будет влазить. Вот, поэтому, конечно, БКБ у Dream Gaming более чем на одном СФе появится. Му терпит немного здесь от Скайра Смага. Классическая схема. Скайра Смаг на мидлейне издевается над мидлейнером команды оппонента. Му уже наполучал с руки от Скайра Смага половину ХП слили Му. Здесь без Койлов до сих пор СФ. И это, в принципе, Му и спасает. Еще один удар, Му умрет здесь. Отпивается батлом, 6 ХП на Му. Вот он, Скайра Смаг. Вот эта неприятность. И Шторм Спирит у нас в итоге, в итоге хромая, в женском халате, в женской шляпе, отваливается на собственный фонтан. Неприятно, Штормуш здесь. Ну, переходит сюда Банана. Лайн освободился. Можно постоять пофармить. Если Банана умел, конечно. Нет, умеет. Все-таки умеет. Нет, не умеет. Ромашка такая от Банана. Умеет, не умеет. Рэббит в это время на нижнем лине. 4 на 1 Крипстат. Фармит, в принципе, под Тауэром. Для Лайфстилера это не так критично, как, например, для Антимагов или, там, Фантом Лансеров. У Лайфстилера много дэмэджа со старта. Если бы был в Качен Фист. У Рэббита это не так. Но, в любом случае, у Лайфстилера с руки на первом левеле 65. Я думаю, вы понимаете, что это много. Это много. Вот у Лины, например, 50. У СФа... Тоже, там, ничтожный дэмэдж. Ну, и Лина начинает издеваться здесь над Клокверком. Коги просто сбить немножко ману линии. Но Саншенк по мани не просел. На двойной раз каст хватит. Поэтому, если поймать Клока, то проблемы у него будут. Оупен Ваунс уже есть у Лайфстилера. Поэтому Клокверк, в принципе, здесь в опасности. Клокверк, в это время. В лесу команды Ньюби. Пришел сюда подформить оффлейнер Дримгейминг. Думал, что здесь ему что-то со стаков достанется. Это я так пересказываю историю матча. Именно так и было. Точно вам говорю. Ну, и в итоге ему что досталось? Болень унижения. Путевка на фонтан. Ньюби по голде 100. Впереди по экспириенсу 400. Тоже впереди команда Ньюби. Ну, уже по факту Ньюби впереди. Динамика в их пользу. Все идет вверх. Все по графикам позволяет им... Кстати, а можно через ремнанты этих големов фармить. А ну-ка, Му. Да, Му читал у нас обнову. Му знает, что они теперь уязвимы к магии. Из них два вот таких вот ребятенка вылазит. Которые живут всего 50 секунд. Ну, тут еще и под Тауэр они подставились. Они, я так понимаю, вообще без печали. Они бегут туда, куда видят. Да, точно, точно. Эти големы не привязаны к месту. Поэтому, где появились, будут бежать хоть под фонтанах у води. Четыре минуты сыграно. По золоту Ньюби 200 с копейками. По экспириенсу 500 с лишним тоже для Ньюби. На мидлейне в это время Шадоу Финт 21 на 8. Против него стоит Шторм Спирит 13 на 4. Дрим гейминг здесь посерьезнее смотрится. Вот, ну и СФ уже, Некромастере второго левела. Кайлы третьего. Дэмэджа предостаточно 100 с копейками с руки. Почему бы не фармить? У Шторм Спирита своих 68. Ну и плюс оверлод, который бьет 50 еще. Да, Шторму тоже не сложно вообще фармить. Но линию держать сложновать ему. Все-таки оверлод, который бьет по всем. И ты теряешь контроль над общим их хелсбаром крипов. Банана готовится выйти на Ксинган на мидлейне. Не вышел. Ньюби продолжает наращивать свое преимущество. Меня больше всех интересует лайфстилер. Что да как будет у Рэббита от этого зависит очень много. Я думаю, что ну все, жду, жду, жду. Первый серьезный аганим из серьезных обновлений. Если бы не лайфстилер. Точнее, если бы был еще в пике какой-нибудь... Какой-нибудь алхимик вместо, допустим, Брюмастера, кстати, на сложную. Ставь алхимика, собирай ему аганим, юзай его на Рэббита. Рэббит съедает алхимика и залазит в Шторм Спирита. Вот это смеху было бы. И там все вылазят. Правда да, алхимик после того, как вылез бы, умер, наверное, сразу. Но с другой стороны, переюзывай сразу же, аганим на себя и будь супер таким статовым. И под ультой алхимика не так-то и просто развалить. Но это все мечты-мечты. Кстати, до сих пор в мете алхимик не появился. Хотя вроде как очень даже полезный как саппорт. Ну что? Дримгейминг, оффлейнер под опен ваунс. Лайтстрайкер и под ноги. Задувает еще и Саншенк. Еще один удар. Минус Клокверк. Рэббит забирает второй фраг для себя. Для Лайфстилера здесь все великолепно. По Нетворсу он на первом месте. СФ со стороны команды Дримгейминг идет с Нетворсом 2750. А у Лайфстилера, который не так много наформил, как СФ, по крипам. Но при этом сделал 2 килла. 3-100 на руках. Рэббит, ну не на руках, а общий Нетворс. Рэббит чувствует себя великолепно. Брасер приобретает себе Рэббит. Пойдет в итоге, я думаю, в барабаны. В это время Скайрос Мага еще забирает команда Ньюби. Лина. Да, Лина. Саншенк. Забирает данный фраг. По счету Ньюби впереди. По золоту 1000 для них. По экспириенсу 1500 тоже для команды Ньюби. Ну что, Ньюби выигрывают 1-0 у нас по матчам. Это вторая катка. Как видите, собственно, видно, да? Катка не до двух побед. Катка в формате Best of 2. Это для удобства. Айлига сделала данные ячейки, чтобы было понятно, кто выиграл первую игру. По факту это матч в формате Best of 2, как и все другие матчи Айлиги групповые. Уму в это время. Есть уже Boots of Speed, есть Noal Talisman со стороны команды Dream Gaming SF. Тоже здесь Power Threads, Race Band, Bottle и готовится выйти в Мекку. Осталось еще 300 насобирать до появления Баклера. Хедреска уже имеется. SF, в принципе, будет с ранней Меккой. По фарму он уже на первом месте обгоняет в итоге Лайфстиллера. Но Лайфстиллеру надо убивать, чтобы держаться на равных с SF. SF очень быстро выфармливает леса. Если есть мультиспауны, это вообще великолепно. Ну что, вы вышли у нас на Клопперка. Лайфстиллер провязал Рейдж. Спилили Коги, еще один удар и умрет здесь. Клокверк. Два килла у Рэббита, два килла у Саншенга. Ну, Рэббит все равно участвует почти во всех убийствах. Много экспы капает, много денег. По Нэтворсу мы видим второе место и совсем чуть-чуть отстает от SF. На третьем идет у нас Му. Ну и уже дальше расположился Сларк от Зова. Давно мы на него внимания не обращали. 46 на 16 у нас Сларк. И против него тут стоит Джуна. Ну, Джуна 14 на 4 плоховастенько. Ну, могло быть и хуже. Даже Лина обогнала у нас Джуна. Правда, за счет киллов. Но тем не менее, тем не менее, она на лайнах вообще не фармит. Ньюби не так много выигрывают, несмотря на свои фраги. Все это благодаря перефарму SF и нормальному, в принципе, фарму мейнкерри. Манго приносит себе Сларк. Хочет покушать. 48 на 16 в это время у Зова. Давайте по крипстату глянем, кто там первый. Ну, конечно же, SF первый по крипстату. 77 на 13, 60 на 20 у Рэббита. 54 на 5 у Му. И Зов 49 на 16. Не сильно от Му отстает. А это мидлейн Шторм Спирит. Которого должны все отставать по факту. Но не так-то сильно. Короче говоря, SF... SF в любом случае в зоне недосягаемости. Опережает Рэббита на 100. Но тем не менее. Тем не менее. SF бросил линию. И линию эту пока никто еще не подобрал. Кстати, SF бросил линию. Можно было бы кому-то из игроков команды Dream Gaming туда переместиться. Например, тому же Skyrimag'у. Skyrimag'у стать... Пополучать экспириенс. Джун уже седьмого. Праймал Сплит у него есть. Просто так его не развалить. За Сайленс от Skyrimag'а я думаю не убью Джуна. Это слишком было бы. Му на мидлейне. Уже посадил в себя Найкса. Найкс, понятное дело, один. Без кого-то внутри все-таки. Все-таки, все-таки. Все-таки никаких агонимов еще на Найксе нет. Ну, кстати, давайте посмотрим, что там у Найкса. Барабаны есть. Есть Face Boots. Но пока ничего не приобретал. Есть надежда, что это будет агоним. Ждем врыва на Сларка. В принципе, через Vortex, через Light Striker и от Саншенга можно попробовать Сларка запилить. А можно и всех остальных выпилить. Ждем врыв. Ждем. Пока что нет его. Шторм Спирит стоит у нас на спауне крипов. Вдруг кто-то подойдет фармить. А кто-то может подойти и попытаться сделать отводы. Ну, команда Dream Gaming что-то где-то да понимает. Ну и опять же здесь под Вардом. Прошли игроки команды Ньюби. Не помню, Смок был. Если под Смоком, конечно, то информации нет. Ну что, пошел врыв Джуна. Джуна успеет ли Праймал Сплит? Должен успевать. Ульта пошла у Саншенга. Развалили Vengeful Spirit. Скайрос Мак разваливается. Вылазит Рэббит. Рэббит по всем. Сларк у нас задутый. Сларк отправляется в таверну. Три в ноль. Дерется команда Ньюби. Чьи-то денежки там ликуют. По ставочкам. По голде в этом файте. Зарабатывает 1250. По экспириенсу 14500. 7-0. Они впереди. По золоту впереди. По экспириенсу 3000. По золоту тоже за 3. По экспириенсу где-то к четверке уже приближается. Джун даже не узал Праймал Сплит. Поэтому врывайся не хочу. В Джуну он все тут вытерпит. 1600 на руках уже есть у Джуна. Я думаю, сразу пойдет в Даггер. Потом уже дособирает свой... Свой Power Threats. У Шторм Спирита. Сол ринг имеется. 1300 на руках для Му. Сейчас вот это продается. И покупается Point Booster. Угу. Правильно, Му. Все верно. Рэббит уже гоняет СФа здесь. Есть барабаны. В принципе, скорость достаточно высокая. У Рэббита сама по себе. Плюс под барабанами вообще. Му спит дикий. Барабаны фазы. 440 сейчас. Не без проюзанных барабанов. И плюс... Плюс сколько? С 10%. 10% от 440. Плюс... Ну, почти 500 будет бежать Рэббит под барабанами. На Джуна готовится выход. Сларк. В принципе, вне зоны Вижена был. Но уже подошли крипы. Сларк появился. Демонса не должны видеть. Давайте смотреть. Нет, Джун никого кроме Сларка не видит. Ну, понятно же, в принципе, что кто-то здесь есть. В итоге Демонс у нас появился на карте. Все, Джун отсюда отходит. Ну и сейчас уже более чем понятно, что кто-то здесь еще есть. Есть. Джун быстрее и быстрее чуть ли не под фонтан прятаться. Клоквер готов рываться. Хукшот до Джуна достает. Клоку главное его дать. Ну же, ну же. Хукшот достает, поэтому можно попытаться. Нет, нет, нет. Команда Dream Gaming не рискует. Ладно, это их дело. В это время Рэббит вместе с Мупи лит у нас Т1 на нижнем лайне. Дефать никто не придет, но Глиф должны провязать. И какие команды Dream Gaming? Что это за нубства? Провязайте вы Глиф. Все равно он восстановится. Нет, не потратили 2 секунды команды Ньюби. Или 4, или 5. Сколько там Глиф? 5, по-моему. Да, 5 секунд. Но можно было бы просто выиграть 5 секунд. Это тоже неплохо. Это тоже показывает левел, скилл и концентрацию в игре. Не собрали. Ой, точнее не включили. Хейст. Мужи. Почему разваливает также Vengeful Spirit? Ну что, один Сларк у нас выжил, потому что близко даже здесь не был. По итогам файта 2-4 в пользу команды Ньюби. 11-2 становится счет. 1400 в файте выигрывает Ньюби по золоту и 2800 по экспириенсу. Но подкоп от Леона решил, в принципе, с код файта еще до его какого-то официального начала. Просто четверых одним скиллом на 2,5 секунды. Время, чтобы очнуться у нас с Му и вместе с Лайфстилером влететь в этот файт. 5000 Ньюби по золоту, 5000 по экспириенсу. Сларк с шадоу амулетом уже. Далековато, конечно, до... Хотя, ой, куда там далековато. Все, пару пачек крипов и все. Ну, Му, видит Сларка. Можно бежать-то за ним. Не проблема совершенно. Сларк в шадоу дэнс и валить отсюда. Сларку совсем немного осталось до появления шадоу блейда. В это время умирает у нас венган на мидлейне. Джуна потеряли игроки команды Ньюби. И расходятся. Один в один подрались. На миде больше, конечно, заработали игроки команды Dream Gaming. Будем смотреть сейчас сколько. 572 по золоту и 1200 по экспе. У Рэббита появляется Дезолятор. Я думаю, вы видели. Вот здесь он находился теперь. В Курьере уже летит. Ну и еще один килл от команды Ньюби. Шторм Спирит... По-моему, Шторм Спирит убивает у нас Скайросмага. Да, так и есть. У Шторма уже есть Солл Бустер. 20 копеек. Осталось до Бладстоуна. Тут никаких Акторинкоров. Ничего такого. Для Шторм Спирита это лишнее. Ну и Дезолятор есть у Лайфстилера. Вываливайся из Шторма. И все. И дальше. Издевайся над кем хочешь в составе команды Дримгейминг. 7000 золота Ньюби Экспириенс. 5000 тоже для коллектива Ньюби. Все, Му забирает с себя Найкса. Приобретает с себя Бладстоун. Можно идти файтиться. 2-3 килла. И Му уже будет, в принципе, недостижим и неуязвим. Так, пошел у нас файт. Му врывается в Зова. Зов на лохэпэ. Джун Клэппл. И все это в Шадоу Дэнсе. Ну и что? Ну и что? Шадоу Дэнс не спасает от АОЕ дэмэджа. Поэтому Брюмастер смог в итоге добить у нас Сларка. Минус Сларк. Потеряли Леона. По итогу файта 395 в плюсе Ньюби. По голде и по Экспириенсу 1200 тоже они. Му на мидлейне. Рэббит с ним же. У Рэббита инфест через 45 секунд. В это время Дримгейминг на нижний лайн. Летит уже сюда Брюмастер. Джун Клэппайт по ксейнгу. Винга должна высвапывать у нас уже. Высвапывай. Высвапывай, Винга. Зачем ты здесь, если не свапаешь? Разультился здесь СФ. Порезал всем дэмэдж, безусловно. Но тут команда Ньюби без дэмэджа. Справляется на ура. Оверлот дамажит. Ремнанты дамажит. Боллайтинг дамажит. Опять в ветрах летает у нас бедняга Винга. Саншенк на лоу хп, но не умирает. Дальше погоня за Зова. Зова увидели. Зова разобрали. Минус 4 делят команда Ньюби. Все фуловые, все похиленные. У всех все хорошо. У Шторм Спирита 13 зарядов в Бладстоуне. У Лайфстилера 1500 по золоту. После появления Дезолятора у Леона. Уже есть Даггер на банане. Даггер на банане у Бримастера. Тысяча голды после ПТ и Даггера. И... И, и, и. И Лина в Юл выходит. Совсем немножко остается ей. Что-то, ребята, иероглик. Писали, я так и не понял, что. Ну, вроде не ГГ. По голде 11 тысяч Ньюби. По экспириенсу 10 с копейками тоже Ньюби. Ну, чувствуют себя хорошо, фривольно. Файтятся могут в любой части карты. Тем более, есть такая врывная вообще комбинация. Из Шторм Спирита и Лайфстилера. Поэтому... Врывайся не хочу. Появляется Пойнт Бустер. Появляется Ставфов Визардри. Все, что я хочу от этого матча, чтобы Дримгейминг дожили до появления Аганима на Лайфстилере. Просто из исключительно спортивного интереса. Что там будет, как это все смотрится. Как это в реале смотрится. Потому что мувики это одно, а дота и полевые условия это совсем другая история. Профессиональная, я имею в виду, дота соревновательная. Ну, графики не буду озвучивать. Хоть вы видите, там без изменений все постепенно движется в пользу команды Ньюби. Полторы тысячи остается Рэббиту до Аганима. Даже чуть-чуть меньше. Рэббиту дали возможность подфармить. Ну, наверное, и команде Ньюби интересно, что там будет. Файтиться до появления Аганима не должны. Не должны 100%, не надо. Ни к чему это. Тем более Т2 еще стоит, пока этот Т2 упадет. Пока там Ньюби пойдут на этот Т2, пока его спушат. Все нормально. Никуда никто не спешит. Мы смотрим Аганим на Лайфстилере. Зоуп пытался ворваться у нас в Му. Разобрали очень быстро. Отбили ХП, почти все сбили. Но здесь отхил пошел под Шадоу Дэнсом. Ну, и желание врываться от Билли Сларку. Только с головой, в принципе. У СФа. Рецепт на БКБ есть. Угрклаб есть. Остается 200 копеек до появления данного артефакта. Блэк Кинг Бар. Рэббит. 800 голды до Аганима. Все стоят, охраняют Рэббитов. Всем интересно. Ньюбин. Не знаю, на тренировках юзали, не юзали данный артефакт. Смотрели, как он будет вообще выглядеть. Ну, понятно, что комбинация отточенная. Все это Лайфстиллер плюс Шторм Спирит. Все это проверялось. Все это тестилось. Это Ньюби. Это победители прошлого Интернешнл. Нет Ксяуэйта, но от этого другие 4 парня слабее не стали. Если и стали, то на немножко совсем. Ну и все. У Рэббита, по-моему, уже должно все быть. Да, 950 у Рэббита. Ну, 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 ну. Влазит у нас Шторм Спирита. Пошел врыв. Шторм Спирит на Клокверка. Клокверка высвапывает у нас Венгавинга на лоу-хп. Му. Разваливается у нас Му. Все, появился после Бладстоуна. Встал, но Му умер. Анстапабл Стрик отдал у нас в итоге Шторм Спирит Сларку. Какой здесь хитрый Сларк, а? Просто 1500 в одном файте, по-моему, заработал. Нет, 690 заработал он. 1600 всего заработали игроки команды Dream Gaming. И по ХП тут одинаково, у всех по 516. В ветрах от Брюмастера летает Сларк. Это ненадолго уходит отсюда. Ну, выжил в итоге Лайфстилер. И у него уже готов Аганим. Еще и 650 сверху. Все, вот он. Вот он, вот он, вот он. Ассимилейт. Джун. В Рэббита Рэббит в Му. Бабка за детку, детка за репку. И понесли вообще. Вы уж извините, как только заберет в себя кого-нибудь Лайфстилер, как только у него инфесту самого откатится, я буду только дабл кликом на Рэббита. Ну, хотя бы до первого файта. Чтобы не пропустить. Это будет абсолютный ужас, если я вдруг пол матча об этом говорил вслух и пропущу. У Лины уже есть Еул. Так, по команде Дримгейминг. Давайте лучше пробежимся. Ничего нет у Винги. И это плохо у Сларка. Рецепт на БКБ. Самого БКБ нет. Еще 1000 голды до Митрилхаммера. У СФ есть БКБ, 1000 сверху Мека. В Рейсбент и Пауэр Трэдс. У Скайрос Мага. Ну, Талисман. Два, точнее, Транквил Буцы. И у Клокверка только Форстаф. Тоже, в принципе, ничего. Рошан. Начинает сыпаться от команды Ньюби. Рэббит, в принципе, сможет Айги забрать. Ну что? Джун влазит в Рэббита, как и предполагалось. И Рэббит влазит в Му. Полетели. Полетели, полетели. Ну. Ну же. Ну, где это все? Тут сидит маленький Джун. Он внутри Лайфстилера. Этот Джун потом распадается еще на трех Джунов. Ну все. Все в Му. Выделяем Му. Ждем. В Му сидит такая тайна. Что лучше бы вообще не врываться в Му. Не знаю, был ли Увижен у команды Дримгейминг. В любом случае придется файтиться против Шторма. Шторм идет пушить хайграунд. Или нет. Или на Роху. В узком коридоре, конечно, команда Ньюби здесь должна разрывать у нас своих оппонентов. Ракета просветила команду Дримгейминг. Команду Ньюби, точнее. Ну и пошли назад пешком возвращаться игроки команды Дримгейминг. По нижнему лайну. Должны понимать, Ньюби, где находится их оппонент у Шторма. Есть вариант ворваться. Шторм сейчас сольет всю Ману. И кому он будет нужен такой? Лагуна Блейд у нас от Саншенга полетела в Лину. Му в себе с секретом. Давай, где, где, где? Где у нас киндер-сюрпризы? Вылетает Рэббит, вылетает Джун. Да, больно, конечно, было Клокверку. Не так, как я думал. Клока убили в итоге. Развалили еще и Вингу. Потеряли Леона. Дальше погоня пошла за Скайросмагом. Все это так красиво и предполагалось. Все так интересно со стороны. Кстати, отменяется ветер теперь на Шторме. Неужели там Аганим был у Джуна? Или это в любом случае? Да, по-моему, теперь можно ветерок отменить. Ну что, команда Dream Gaming решила, хватит. Хватит издеваться над нами. Мы заканчиваем эту игру. Хорошо, мы заканчиваем вместе с ними. Жалко, что рассказ не получился мощным. Но, с другой стороны, была бы здесь какая-нибудь комбинашка. Был бы здесь какой-нибудь Энигма, например. Собрал бы всех вместе. Там бы разнесло всех в хлам. Еще посмотрим. Еще у нас впереди огромнейшие турниры. Крутейшие игры. Крутые коллективы. А данная комбинация работает. Это 100%. Так, секундочку. Я скажу по... Пол восьмого. Пол восьмого. Да, у нас по расписанию 18.30 сет. А по Киеву и по Москве 19.30 сет. То есть в половину восьмого мы с вами возвращаемся в прямой эфир. И через сколько? Через 53 минуты, да, вернемся в прямой эфир. Поговорим, посмотрим. У нас играют команды... Сейчас скажу точно. У нас Join.Lig будет опять... Команда играет Stango против команды AP. Это Amazing Pandas. Российский коллектив. И норвежский коллектив Fiske Stango. Вот так что ворвемся на них, как написали на сайте Join.Dota под данным объявлением. Go, go, Fiske Stango. У меня язык не повернулся бы такое сказать. Ну ладно, go, go, Fiske Stango, так go, go. Все, пока что небольшая пауза лайвовой трансляции. Ребродкастик какой-нибудь запустим. Посмотрим, чтобы сильно всем тут не охлаждаться. И услышимся через... Сколько? Через 50 минут. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. У нас впереди еще две катки. Join.Dota.Lig. И дальше уже будем прощаться. Переходить на ночные рекастры, если вдруг интересно. У микрофона Друг. Студия Игрокам ТВ. Пока что меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. До половины восьмого. И если что, обращайтесь в ВКонтакте. Пишите в личку. Или пишите в чат. Буду тоже по возможности чекать. Все, до связи. Субтитры подогнал «Симон»!